всем привет из санкт-петербурга вы на моем канале риэлтор life канале о моей работе о моей машине и о моих путешествиях сегодняшнее видео у меня будет об автомобиле черри тига 7 pro 2021 года выпуска давно я не писал про него видео и на то были совершенно объективные причины с автомобилем случилась неприятность о которой я и хочу поведать в целом преамбула автомобиль находился в ремонте официального дилера 28 дней и все мои мытарства и все мои взаимодействия с ними и причины что это было и как с этим справились как раз я и хочу поведать в этом видео и так поехали 8 июня я обратился к дилеру на краснопутиловской улице дом 65 с вопросом видео об этом есть что у меня произошел саморазряд аккумулятора приехал отдал автомобиль автомобиль загнали в цех посмотрели все замечательно я находился и в зоне ожидания клиентской ко мне подошел мастер сказал все классно все отлично все замечательно утечек нет аккумулятор бодр хорош и просто прекрасен маленький лайфхак скал вот понимаете если вы там что-то с ним было то гарантия на аккумулятор 5000 километров то есть если бы я имел плохой аккумулятор и я не накатал бы больше 5000 километров то мне бы дилер заменил его за бесплатно но в моем случае аккумулятор все хорошо все замечательно все классно я естественно с удовольствием и радостно и счастливы что все у меня нормально подхожу к автомобилю сажусь в автомобиль нажимаю на кнопку старт и вот здесь вот сейчас я выведу видео что я вижу на дисплее вижу совершенно мой взгляд неправильные вещи а это а именно горит чек двигателя и горит чек вариатора я конечно в недоумении мастер что это такое как так и автомобиль вам пригнал с аккумулятором у меня все хорошо все было ровно по остальным вопросам вы мне даете автомобиль с хорошим аккумулятором но с этими двумя ошибками которые не позволяют мне вообще пользоваться транспортным средством потому что я должен отдать его делю то есть вам мастер сделал круглые глаза взяли автомобиль обратно сели блин блин поехали здесь я уже часа 3-4 сидел в ожидании что и как в итоге выходит мастер здравствуйте пойдемте в цех вот вы знаете мы здесь все посмотрели мы обнулили компьютер мы все облазили ну ошибку брать не можем она возникла раньше но появилась почему-то сейчас и почему мы не знаем и как это случилось мы не знаем вот смотрите щуп из коробки из вариатора достали показать что масло есть что на чистый ребят я не понимаю в этом всем ничего ровным счетом поэтому вы можете просто устранить ошибку которая возникла у вас причем в акте заказ снаряда я естественно было отражено что я даю автомобиль с акб ну вот и выведу сейчас тоже сюда на экранчик как увидел заказ снаряда что они потом дописали туда вот я говорю я вам отдавался батареи вы мне отдаете машину а здесь чеки горят ну вы знаете конечно же мы должны разобраться но это требует сроков и вообще я бы вам рекомендовал конечно направиться туда где вы этот автомобиль купили потому что если что вдруг куда то они будут взаимодействовать ну как бы всем своим видом давай понять что вы как бы давайте потихонечку двигайте отсюда это вот огромный минус не к машине вопрос машины разные бывают и разных ценовых сегментов разных производителей с ними может случиться все что угодно об этом чуть чуть попозже потому что я пока машин находился ремонте перерыл весь интернет что и как и почему после этого я связался со своим автодилером дал пообщаться мастерам они что-то там обсудили у тех тоже не особо возникало желание встречаться со мной но тем не менее я стал я еду к вам я взял автомобиль у вас эти ребята вот в общем то не явно но в целом говорят что их должен ехать к вам поэтому я еду к вам окей но вы должны понимать что машина с такими ошибками при пользовании вами если что-то случится это будет все на ваших плечах на вашей совести игроки ребята я привезу этот автомобиль на эвакуаторе бог с ним хотя конечно хотелось бы чтоб вы организовали доставку автомобиля чтобы вы мне компенсировали если это гарантийный случай они не по моей вине в чем естественно убедитесь однако нет вот вы доставите мы рассмотрим так в общем то никто после этого и не вспомнил о том что машина приехала на эвакуаторе за мой счет хотя потом выяснилось уже службе заботы и поддержки клиентов что должны были мне дать карточку помощи на дорогах когда я покупал автомобиль дилер ничего не дали поэтому минус ладно после этого я приезжаю а да говорю хорошо окей я готов достать скажите мне когда я готов прямо сейчас взять и приехать к вам нет вы знаете у нас все расписано до там 16 числа то есть попрошу заметить еще восемь дней не ждать игры нет ребят так дело не пойдет мне нужен автомобиль я его купил для пользования поэтому можно как-нибудь этот вопрос решить более быстро что-то там пошушукались в итоге окей давайте приезжайте 10 итак 10 числа 10 июня 2021 года я прибываю в автосалон на пулковском шоссе отдаю автомобиль открываю заказ снаряд очень важный момент смотрите как восприняли автомобиль что указали в заказ снаряде с ваших слов дату время подпись мастера актером передачи объекта недвижимость объекта недвижимости тоже про работу автомобиля в каком состоянии вы его сдали чтоб потом когда вам его будут отдавать вы могли его принять в том состоянии в том качестве в котором сдали я имею ввиду уже исправлено да чтоб не было каких-то неприятностей что-то сломано что-то отломано что-то поцарапано это так на будущее вот отдал автомобиль после чего со мной еще два-три дня так выходили на связь да мы работаем проверяем смотрим да ошибка есть но мы сейчас отправили информацию в представительство через дым от них рекомендации и схем по работе по выявлению этой ошибки так как она случилась впервые на самом деле я опять же влазил в интернет смотрел такого не было никогда ни у кого нигде и конечно они столкнулись с этим впервые вот ну ладно хорошо работайте работать а когда сделать машину не можем сказать и вот этот процесс целую неделю длился конечно меня это напрягало хотелось бы увидеть подмен на автомобиль который я попросил могут ли они мне дать так как в принципе прошла неделя нет к сожалению производитель не дает такой возможности а сам салон естественно этим не занимается и вообще вы знаете такая сложная у нас история что даже автомобили которые у нас тест-драйвовские мы покупаем у производителя за свой счет конечно глупо и нелепо на мой взгляд надо наверное с заводом обратить внимание если не хотят продавать свой товар через дилеров ну дайте им возможности сервиса за счет вас вы больше имеете оборотных средств и больше возможностей и вы хотите чтоб ваш товар продавали больше и лучше ну к сожалению нет нет подменного автомобиля пошла вторая неделя и меня это уже начало напрягать со мной уже не звонили не выходили на связь я сам естественно заинтересованы в этом звонил каждое утро здравствуйте я владелец через через тига 7 pro хотел узнать как у нас обстановка что у нас будет сегодня мы сегодня будем тестировать в итоге на вторую неделю выяснили предварительно выяснили чтобы вы знаете причина вся в датчике давления мы его заказали он у нас все пути из москвы я думал питер и москва достаточно близко 650 километров пять дней пять дней шел датчик давления после того как он пришел его поставили машину завели чуть-чуть поработала ошибок не было и опять бах эти ошибки выскочили я не успел даже радостно взвизгнуть что могу забрать свой автомобиль как был огорошен тем что все опять мы встаем в точку старта начинаем разбираться что и как у нас с автомобилем вот здесь меня вообще уже конечно напрягать это начал потому что я звоню я интересуюсь такое ощущение как бы что я назойливая муха пытаешься что-то лишнего добиться но увы мне нужен автомобиль вы если не можете ничего сказать но наверное не отмахиваться понимаю что нечего сказать но тем не менее как-то надо было организовать взаимодействие мне кажется получше так как реакции нету информации какой-то нету понимание нету я уже начал звонить в представительство а черри есть такая служба клиентской поддержки в личном кабинете она отражена телефон 8 800 если кому-то интересно может зайти с уличный кабинет его увидеть не понимаю вообще зачем эта служба поддержки какая-то полная херня на мой взгляд здравствуйте здрасте вы кто такой я такой-то вы владелец до владелец поки что у вас за вопрос у меня вопрос того что я не могу понять что дилер делает и когда он что сделает я хотел бы вот иметь конкретную информацию окей мы вас услышали давайте мы сейчас все конечно же сделаем мы поздаем задачи связаться на дилеру с вами и рассказать игры да блин я с ними разговаривал они мне не могут дать вы можете как-то более верхним уровнем заставить их от а тайм дать чтобы все было хорошо они просто что не позвонят там и скажут какую-то нелепую информацию нет к сожалению у нас вот только вот так мы можем давать составим претензию давайте составим претензию 3 претензия составляла результат кроме того что мне звонил там главный гарантийный мастер мы общались с ним об одном и том же не было со стороны представительства руководства службы поддержки никто не вообще не отслеживал насколько вопрос решен или не решен это огромный на мой взгляд минус клиентского сервиса плюс по всему ко всем прочим я уже начал посмотреть по сторонам а что если там вообще все так плохо они ничего не сделают какие у меня есть права и возможности в итоге изучил этот вопрос если кому-то надо будет готов уже там не на уровне конечно юристу но тем не менее близко к нему за бесплатно проконсультировать в итоге я понял что у нас есть история следующая мы в течение 30 дней если не получая автомобиль поступаем следующим образом признаем товар ненадлежащего качества так как он простоял в ремонте более 30 дней и более в календарный год я имею право потребовать вернуть не или денежные средства либо замену автомобиля на аналогичный но новый но для этого надо делать следующие шаги актером передачи я сказал об этом ранее что была дата приема и когда вы его забираете из ремонта чтоб стояла дата выдачи чтоб потом не получилось так что вы его сдали 10 дней назад пришли получать а у вас по документам проходит что все два дня в ремонте был второе через три-четыре дня если ничего не происходит вы не можете понять не временные сроки не причину неисправности вам не доводят вы можете написать и должны написать претензию на имя руководства дилера с просьбой разобраться образец претензии есть да скину перечитать там не буду что должно быть написано но в целом вы должны сказать я считаю что вы должны сделать установить неисправность и устранить ее в разумные сроки разумные сроки полагаю 10 дней после чего эту претензию передать лично либо я отправил заказным письмом с уведомлением о вручении надо отдать должное руководство среагировало достаточно быстро ответили вручили мне ответ на претензию в которой было конечно что мы стараемся сделать все что в наших силах но мы к сожалению не все сильны и поэтому мной разумный срок был установлен на 5 число когда у нас уже подходила к моменту 30 дням да то есть чтоб 10 июля если не отдали мне автомобиль я уже мог обращаться за новым автомобилем на хотел уже обращаться тогда за деньгами наверное и что дескать сделаем все но постараемся надеемся на дальнейшее сотрудничество ответ претензии ну да лично персональные данные уберу тоже выведу на экранчик как и саму претензию чтобы вы ее могли лицезреть и тут в общем-то случилось чудо после того как претензия был написан тут же в общем-то мне сказали что вы знаете вот вроде как уже там конечно не будем обещать вам что это стопроцентная информация но тем не менее с высокой степенью вероятности это дело в гидромофте которую мы опять заказали из москвы я говорю ребят можно я слетаю за ней просто реально сам подошу что ваша служба логистики это просто как на ослах из москвы везет что-то нет вы знаете у нас вот положено так придет мы поставим сделаем и как бы вот мы не будем там затягивать поверьте не в наших интересах конечно понимание ваших интересах как и не в моих и того пришла гидромофта установили гидромофту все они опять протестили я уже 10 дней езжу на автомобиле получается так 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 какое забрал забрал его 7 сегодня у нас сегодня у нас 19 да то есть да почти две недели я езжу вопросов нареканий нет все хорошо все замечательно пришла гидромофта установили протестировали отдали в акте я посмотрел окей отлично все у меня дата выдачи 7 если что-то говорят случится вы же должны понимать что следующий заказ наряд как бы он начнет добавляться к этим суткам если это перешагнет рубеж 30 дней то как вы понимаете мы будем действовать в рамках действующего законодательства вот такая вот история случилась зарезюмирую это все автомобиль сейчас конечно все какие там лучшие комментаторы начинает китай это стоило ожидать китайская машина с ней так вот бывает хочу вы хотели да с любой машины бывает поэтому к автомобилю претензий нет что случилось заводской брак там я не знаю что то там пошло не так но это единичный случай это не тенденция но случилось со мной что не очень конечно для меня приятно но тем не менее машина хороша я не очень претензий не имею вот завод признал гарантийным случаем что тоже мне нравится но мне крайне взбесило и крайне неприятно это клиентский сервис это обратная связь это взаимодействие с клиентом это отсутствие понимания происходящих процессов это отсутствие возможности предоставить для клиента которого ты хочешь прицепить к себе чтобы он был с тобой и следующий автомобиль покупал у тебя меняя свой автомобиль с таким сервисом далеко не уедешь но просто реально дилеры но это для меня вот краснопутиловской 65 это вообще шокирующий шокирующий формат как можно дилеру с ошибками отправлять автомобиль в другому дилеру расписывать собственной несостоятельности причем это еще и возникло у них да то есть для меня они вообще прям под запретом эти ребята находятся и самое обидное службу поддержки когда я звонил я обращал их внимание что было бы неплохо проинспектировать взаимодействие с своим представительствами с дилером но тоже никакой реакции обратную связь не собирают оценки какие-то по дальнейшему улучшению качества и работы не собирают с клиентов я вот забрал машины езжу уже две недели и вы знаете никто мне не от дилеру не позвонил не от самого производителя представительства черри хотя обращение что туда что туда было предостаточно чтобы узнать как у вас все все ли хорошо всем ли вы довольны что нам сделать лучше с автомобилем все ли хорошо спасибо вам за что-то там я не за презент бутылку коньяка положили бы это было бы неплохо дескать вот вы знаете да было неудобство но мы понимаем это все нет этого всего нету нету сервиса нету взаимодействия нету ни хрена поэтому если мы хотим продавать надо продавать лучше над не просто продавать надо организовать сервис вот я здесь поставлю пятерку сервису от вот черри не ничего все я приехал на работу я бы поставил отличную оценку здесь джели джели организовали вообще прекрасным образом взаимодействие любое посещение салона в том числе просто на тушку всегда идет звонок и спрашивает как что почему замечательно незамечательно какие у вас есть пожелания не пожелания и все это в общем-то на самом деле очень хорошо и качественно потом используется для того чтобы становиться лучше так что вот такая вот история всем спасибо всем спасибо за последующий комментарий за то что досмотрели видео до конца буду рад если вы поделитесь своими историями подпишитесь на мой канал и всем хорошего дня и отличного настроения